Ну что ж, дорогие друзья, у нас в студии гостя. Сегодня у нас очень интересная гостья. Это преподаватель лагеря Балапанлар, знаменок Анна. Анна, добрый день, доброе утро. Доброе утро. Анечка, очень приятно с вами поговорить и очень приятно, что вы приехали к нам, ведь на самом деле Аня у нас из Москвы, да, то есть для того, чтобы попреподавать в лагере, она приехала из Москвы. Аня, расскажите немножечко о себе. Я изначально журналист, выучилась. Да, коллега наша. Да, ваша коллега, но правда у меня газетная журналистика и пишущий журналист. И сейчас я изучаю искусство, историю искусства в Ампетербурге, поэтому мне было всегда интересно попробовать преподавать искусство маленьким детям. И вот эта возможность представилась. Скажите, пожалуйста, а вот в лагере чем вы занимаетесь? Вы что вы преподаете? Искусство, я так понимаю? Да, я выбрала такое специфическое, редкое направление коллаж, искусство коллажа. И со старшими детьми это, собственно, и есть коллаж, как Пикассо, знаете, в стиле Пикассо, Жорж Брак, это все те, кто начинал коллаж. А с маленькими детками это получается просто аппликация, какие-то поделки, чтобы они развивали мелкую моторику, воображение, создавали какие-то такие мозаичные аппликации. Чем еще занимаетесь, знаем, что еще что-то преподается. Да, и йога, но йога случилась спонтанно, подключилась в наше расписание, но я этому очень рада, потому что я практикую йогу довольно-таки давно, и нам нужно было как-то обогатить нашу сетку занятий, и так получилось, что я подключилась, в общем-то, к йоге тоже детской. Как дети реагируют, расскажите, и на состояние коллажа, и... Да, ты про коллаж, да? Да, да, да. Я потом просто у меня про йогу вопрос, мне очень интересно. Ну, дети, очень сложно поймать их внимание, для меня это действительно вызов, для меня. Хотя я сама мама, у меня ребенку моему 6 лет сейчас, и со своим легко, а с теми детьми, которые видят тебя первый раз, это оказалось не так просто, но уже какой день идет лагерь, пятый, и мы уже все-таки попривыкаем. А как долго вот будет, кстати, лагерь, вы говорите, пятый день идет? Еще пять дней. Анечка, а ваш ребенок с вами? Да, он тоже приехал. Красота. Тоже вникает в культуру, еду и так далее. Да, вот мне вот здесь вопрос интересен. Как вам Карачева-Черкесская республика? Ой, это нечто, конечно. Я все время слышала о ней, но чтобы попасть, я даже не мечтала. То есть я думала, что когда-нибудь это произойдет, но все материализовалось, наконец-то, и здесь, и это фантастика. Потому что Кавказ, это вообще что-то. Для нас, тех, кто в городе, все, кто видит только асфальт и вот эти вот железобетонные здания, в итоге приехать и увидеть эту природу, это просто волшебно. Возвращаясь к вашим занятиям, йога. Как дети на йогу реагируют? Потому что я уверен, что йогой уж точно они впервые занимаются в лагере. Йога у них уже была, йога нравится гораздо больше, чем непонятное вырезание. Так без проблем. Вот как. То есть все-таки они знакомы с йогой? Они знакомы, тем более, что дети любят, когда что-то такое азартное, чтобы их подзадорить и сказать, а давайте постоим в позах, которые очень сложные и труднодающиеся. И они между собой начинают конкурировать, соревноваться, и это здорово. Просто я думал, что йога это больше вот про такое прям, про умиротворение. Да, есть несколько типов йоги. Но это не тот тип, который вы преподаете, да? Мы преподаем активную, очень такое физическое развитие. А та йога, о которой вы говорите, называется инь-йога. Инь-йога. Вот так вот. Где бы я еще узнал, какая была йога? Вот так вот, да. Анечка, сколько детей в лагере у вас? Так, смена у нас. Две смены, всего по 100 с чем-то, с небольшим человеком. Ух ты, это действительно вызов. Да, да. Это действительно опыт. По 4 отряда в день. Ребенок ваш помогает вам в чем-то взаимодействии или наоборот? Или он сам участвует с удовольствием во всех остальных уроках. У нас есть биология, есть театр, так что ему есть чем заняться. Ух ты ж, а на биологии чем занимаются дети? Рассматривают микробов в микроскоп. В лагере микробов в микроскоп. Класс, класс. Какая-то велись. Аня, что бы в это утро вы пожелали всем тем, кто нас сегодня смотрит? Желаю вам удачного дня и прекрасного окончания лета. Наслаждайтесь прекрасной солнечной погодой, потому что у нас в Москве холодно, дожди. Вам повезло больше. Спасибо большое. Спасибо, Анечка, большое. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем эфир.